Здравствуйте, дорогие коллеги, друзья! Я очень-очень рада сегодня присутствовать здесь и хочу выразить свою глубокую благодарность. В первую очередь, конечно, организаторам этого семинара и, конечно, хозяевам, так сказать, этого дома, дирекции и всему институту имени Сеченова. Я очень рада, что такое огромное количество молодежи сегодня здесь присутствует. Это говорит о том, что, видимо, этот формат, он достаточно интересный, чтобы периодически собирать залы как в Армении, так и в Питере. И я еще очень благодарна, конечно, Питеру, который встретил нас с такой прекрасной погодой и радует нас своими прекрасными видами уже два дня. Значит, я хочу немножко после предыдущего доклада, который вознес нас в очень большие высоты теоретической информационной биологии, заземлить немножко, опять же, на уровень молекулярной биологии. Значит, моя речь пойдет о пре- и постсинаптических токсинах как блокаторах информации в нервно-мышечном препарате. Значит, я хотела бы сказать, что, наверное, уже со школьного курса мы все были абсолютно восторжены тем, как небольшой вроде механизм, который все время повторяется в организме, представляет такую сложную машинерию, которая позволяет доводить ответ реакции нашего организма до уже активного действия в виде движения. И в этом смысле токсины играют очень интересную роль. Они могут как бы блокировать информацию, эту передачу. И с одной стороны это может быть совершенно фатальная реакция, а с другой стороны они сыграли абсолютно выдающуюся роль имени в исследовании всей этой сложной машинерии. И если бы не было токсинов, возможно, мы бы так подробно не знали бы сегодня, что такое нервно-мышечный препарат, синапс и вообще как действуют нейронные системы. Значит, просто чтобы напомнить, как действует синапс именно в нервно-мышечном препарате, мы должны представить себе, опять же, из школьного или институтского курса, что здесь работает несколько систем абсолютно важных, которые позволяют, значит, когда доходит сюда до нервного окончания синапса деполяризация, открыть кальциевые каналы и большой поток кальциевых ионов запускает уже механизм экзоцитоза, который при помощи синаптических визикул нейромедиатора от стилхолин выходит в синаптическую щель, где она уже связана не с другим нервом, а уже с мышечным окончанием. И здесь уже другая система, опять же, совершенно уникальная, это ацетилхолиновые рецепторы, натриевые каналы, ацетилхолин диэстераза, которые, значит, обеспечивают не только нормальную передачу импульса, но и, значит, окончание этой передачи в нужное время. И, соответственно, чтобы весь этот механизм работал постоянно, тут присутствует некий, значит, тонус в виде небольших минимальных концевых потенциалов, которые вот именно во время этого выброса ацетилхолина достигают критического уровня и уже дают начало сокращению мышцы. Значит, говоря о токсинах, я представляю здесь такое направление, как токсинология, которое, в общем-то, отличается от токсикологии тем, что не синтезирует новые яды, а исследует уже придуманные природы. И, как оказывается, природа является совершенно уникальным генератором вот таких хирургически точных молекул, которые при всей простоте своей структуры могут вот точечно именно действовать на все шестеренки этой сложной системы и в разных частях блокировать соответствующую передачу импульса. Значит, начну я свое представление всего этого разнообразия с токсинов, которые вырабатывают микроорганизмы. Это, в первую очередь, известный нам ботулин и токсин столбника, который приводит к очень фатальным последствиям. Вообще, смысл и вообще биологическая значимость, почему эти токсины настолько мощные, настолько, значит, смертельные, это тоже еще предстает природе осознать, потому что, в принципе, это не является какой-то основной целью данных микроорганизмов. И, однако же, попадая в организм, микробы, значит, клоустридиум, выделяют соответственные токсины, которые приводят иногда к совершенному учительной смерти. Значит, ботулинотоксин выделяется около 8 представителей клоустридиевых, которые выделяют ботулиновый токсин. Ну, что интересно, в последние 2 года были, значит, обнаружены другие микроорганизмы, не клоустридиевые, которые тоже выделяют ботулиноподобный токсин. Значит, это анаэробные и граммоположительные бактерии, и они выделяют не один вид ботулина, а довольно большой спектр ботулинообразных токсинов, некоторые из которых очень патентны, а другие более слабы. Значит, в чем же основная роль ботулинотоксина? Они воздействуют, являясь одноцепочечной, значит, молекулой. Они имеют так называемую длинную тяжелую цепь и легкую короткую цепь. В общем, масса этих белков около 150 килодальтон, и они уже в организме, значит, трансформируясь, воздействуют на вот эту машинерию, так называемый СНЕР-системы синаптических визикул, которые и запускают, экзоцитозы запускают выброс в синаптическую щель нейромедиатора. Сама по себе эта система довольно сложная. То есть, когда мы говорим СНЕР, это целый комплекс белков, которые обеспечивают связь этих визикул, их слияние с пресинаптической мембраной и соответствующий следующий релиз нейромедиатора. После чего, опять же, эти визикулы отделяются и, соответственно, начинают накапливать нейромедиатор заново. Здесь, значит, присутствуют так называемые ВАМП, СНАП-25, синтаксин и еще масса других белков, которые обеспечивают всю эту передачу. Значит, связываясь, как правило, вот с одним из этих белков, расщепляя один из этих белков, ботулатоксин препятствует, соответственно, блокирует необратимо выделение нейромедиатора, что приводит к параличу. Интересен тот факт, что, значит, токсин столбника действует практически, ну, почти точно так же, только он соединяется именно с синаптобревином, а именно ВАМП, тоже вызывает такую же реакцию. Однако с током крови, значит, вирус столбника, он в основном достигает очень быстро, значит, больших мотонейронов, которые именно должны тормозить. И, соответственно, блокируя вот эти мотонейроны, они приводят к спастическому параличу, который, можно сказать, это одна из самых мучительных смертей, которые вообще возможны для живого существа, потому что происходит наоборот, постоянное сокращение мускулатуры, приводящее в конечном итоге к летальному исходу. Значит, ботулино-токсин и титанус-токсин, они тоже долгие годы, одни из самых лучших исследованных, так сказать, токсинов, которые известны на сегодня, и, соответственно, они сыграли также огромную роль именно в понимании вот этой машинерии передачи импульса от прессинапса к постсинапсу. Интересное, очень изящное исследование нашего итальянского коллеги Чезаре Монте-Куко, который попробовал снимать вот эту необратимую долговременную реакцию ботулотоксина при помощи другого токсина из яда змей, который механически расщеплял прессинаптическую мембрану, будучи фосфолипазой А2. Интересным образом в таком случае, когда идёт не просто блокировка без повреждения мембраны, а именно разрушение этой мембраны, дальнейшее восстановление, если поддерживать жизнь у организма, происходит намного быстрее, чем если это было бы при простом отравлении ботулотоксином. Вот этот интересный опыт имеет довольно большую перспективу для медицины, именно для лечения этих патологий. Значит, один из других очень активных ядов, которые исследуются для прессинаптических ядов, является яд так называемой чёрной вдовы. Это известный всем среднеазиатский вид паука, который встречается, конечно, и в других местах, латродектус, который имеет, опять же, в своём составе целую, значит, плеяду латротоксинов, которые интересным образом, как правило, специализированы для того, чтобы парализовать и убивать насекомых. Однако, один из этих токсинов, а именно альфа-латротоксин, он очень специфический и тоже точно вызывает паралич именно у позвоночных. Опять же, почему была выработана эта система очень мощного токсина, не совсем понятно, но очевидно, это уже, значит, в каких-то защитных механизмах. Значит, альфа-латротоксин тоже сыграл свою огромную роль при исследовании синаптической передачи от пресинапса к нервно-мышечному волокну, и, опять же, его действие происходит на уровне кальциевых каналов, которые он блокирует, и, соответственно, опять же, мешает потоку кальция внутрь пресинаптического пузырька, и уже вся эта система экзоцитоза приостанавливается и происходит паралич уже на этом уровне. Значит, следующий токсин, который тоже очень интересен, и он тоже представляет из себя кальциевый блокатор потенциал зависимых кальциевых каналов, которые присутствуют в данной мембране, это так называемые аготоксины. Опять же, я, наверное, должна отметить, что каждый яд каждого животного содержит в себе великое множество иногда ядов токсинов одного семейства, иногда несколько семействов, которые действуют комплексно, то есть они призваны усиливать реакцию друг друга, они, как правило, воздействуют на разные точки одного и того же механизма, что, в общем, делает их комплексный эффект намного более сильным и, соответственно, синергически намного более действенным. Значит, аготоксины тоже представляют из себя целое семейство небольших белков, которые, значит, как известно, имеют протеазную тоже характеристику. Группы аготоксинов, которые выделяют из яда так называемого паука-башмачка, который не везде распространен, но он более встречается в Юго-Восточной Азии. И аготоксины бывают омега, альфа, гамма и так далее, но, однако же, они действуют по-разному. То есть, омега, именно аготоксин, он, опять же, является специфическим для, во-первых, вертебрат, то есть, то, что интересует нас, для позвоночных, и представляет из себя массу, целую субгруппу, которая в состоянии воздействует на мишень разных типов кальциевых каналов. Это может быть L-тип, N-тип, P-тип и так далее. Значит, аготоксины считаются, что они фактически механически блокируют соответствующий канал, то есть, занимают место нормального леганда и, соответственно, закрывая канал, не позволяют проходить кальцию, что мешает продолжению процесса. Конотоксины. Конотоксины – это, значит, целая плеяда очень интересных существ, которые имеют яды большого спектра действия. То есть, здесь не только нейротоксины, здесь весь мыслимый спектр, потому что известно около 800 видов конотоксинов, которые, в общем-то, если так суммарно взять, могут производить около 80 тысяч очень интересных биологически активных молекул, каждая из которых наделена очень уникальными свойствами. Например, вот один из видов конотоксинов производит инсулиноподобную молекулу, которая вызывает, по-английски это называется нирвана, состояние нирваны у жертвы. То есть, жертва расслабляется, она чувствует себя очень хорошо, и она вообще не пытается убежать, так как это довольно статичные существа, то для них быстрое обездвиживание или подобного рода, значит, блокирование ответной реакции у организма очень важно, чтобы оно имело способность заглотить жертву. Инсулиноподобные токсины, конотоксинов сейчас исследуются повсеместно, потому что их вот эта психотропная реакция и их близость по своей структуре к инсулину открывает целый спектр возможностей для медицины. Значит, конотоксины, которые являются пресинаптическими, это значит, те токсины, которые присутствуют в основном у видов географикус и которые, значит, представляют из себя, опять же, небольшие молекулы, которые в данной очереди могут, опять же, блокировать кольцевые каналы. Помимо таких токсинов, здесь есть еще целый спектр токсинов, которые могут играть роль и постсинаптическую, то есть, блокировать натриевые каналы и воздействовать, опять же, на эту машинерию уже с другой стороны, синаптической щели. Считается, что конотоксины, они не совсем блокируют сам канал, а они способствуют заякориванию очень близко с одной из аминокислот рядом с соответствующим каналом и меняют конформацию белка таким образом, что он уже не способен впускать через себя необходимые ионы. далее мы посмотрим на те токсины, которые уже присутствуют в наиболее известных нам животных, это змеи. Надо сказать, что бунгаро-токсин абсолютно решающую роль сыграл именно в той информации, которую ученые получили для исследования процессов передачи нервного импульса. эти токсины известны очень давно и они тоже одни из наиболее лучших исследованных, причем их название альфа-бета-гамма, она говорит именно о том, что при первом форезе, который позволил разделить яд бунгарос мультицинктус, а именно крайта, это такая ядовитая змея, опять же, в Юго-Восточной Азии, яд который был разделен в те давние времена, когда еще методов очень тонкого разрешения разделения белковых не было, на вот несколько составляющих и самый первый продукт, который вышел, был назван альфа-бунгаро-токсином, соответственно, следующий, бета-бунгаро-токсином, и так далее. Значит, удивительным образом эти составные части, они действовали совершенно противоположным образом на синаптическую передачу. И если бета-бунгаро-токсин стал известен как наиболее хорошо исследованный и распространенный пресинаптический токсин, то альфа-бунгаро-токсин наоборот, это довольно сильный постсинаптический яд, который блокирует уже передачу на мышечной части нервно-мышечного препарата. Значит, строение бунгаро-токсина, бета-бунгаро-токсина именно, это строение классической фосфолипазы А2, которая ассоциирована с небольшим пептидом, который известен как куниц-тайп-пептайд, то есть это протеаза, это ингибитор сериновой протеазы. И вот этот комплекс, расщепляясь уже в организме, приводит к двоякой реакции в пресинаптической мембране. Во-первых, там идет механизм встраивания самой фосфолипазы и работы как канала, но в ту же очередь являясь довольно мощным расщепителем липидной мембраны фосфолипаза А2 механически разрушает мембрану. Соответственно, именно путем деградации опять же прерывается вот наоборот происходит большой релиз нейромедиаторов уже в синаптическую щель и таким образом нарушается передача нервного импульса. Значит, именно вот бета-бунгаротоксин был в том опыте, который я рассказала у итальянских коллег, которые они использовали при отравлении ботулизмом, ботулотоксином, который механически разрушая пресинаптическую мембрану позволял ей заново восстанавливаться уже в нормальном виде, не заблокированный ботулотоксином. Следующий интересующий нас пресинаптический токсин это дендротоксины. Они присутствуют только у одного семейства змей, африканских это мамбы. Впервые они были изолированы из яда зеленой мамбы, но далее были исследованы также соответствующие типы дендротоксинов и в яде черной мамбы, и в яде других типов мам, которые есть на африканском континенте. Это тоже очень сильный яд, но он действует уже на калиевые каналы, которые должны доводить деполяризацию до синаптической визикулы. Они блокируют механически, чисто будучи небольшими пептидами типа сериновых протеаз, они сами уже блокируют этот канал, не позволяя нервному импульсу идти дальше и нормальной работе нервно-мышечного окончания. Если как-то суммировать те пресинаптические токсины, которые были представлены, можно показать, что у них огромное количество интересных мишеней, воздействуя на которых можно очень легко перейти к их терапевтическим свойствам и использовать в терапии именно то, что и интересует нас в таком богатом количестве токсинов, которые известны природе. То есть, если мы говорим о драг-дизайне, то здесь природа придумала огромное богатство биологически активных молекул, которые не надо заново обнаруживать и синтезировать, а можно использовать для различного рода патологий. Многие из этих токсинов уже используются соответствующим образом, например, омега-конотоксин, о котором я говорила, он очень хороший анальгетик, который может не иметь побочных реакций, и он уже запатентован американской фирмой в виде препарата Zicondite или Prealt, который уже есть на рынке для очень больших патологических болей у больных канцером или других соответствующих тяжелых патологиях. Однако теперь обратимся к постсинаптическим токсинам и для этого еще раз вспомним, что из себя представляет нервно-мышечное окончание. Как здесь есть несколько точек приложения силы токсинов, то и в данном случае мышечная часть нервно-мышечного окончания представляет из себя слаженную работу ацетилхолинового рецептора натриевых каналов и ацетилхолин диэстераза, которая потом разрушает все остатки ацетилхолина, которые есть в синаптической щели, предотвращая уже дальнейшую вторичную деполяризацию. Соответственно, уже можно предположить, что природа придумала свой важный токсин для каждого из этих составляющих. В первую очередь, конечно, нельзя не вспомнить такую классику, как кураре. Благодаря этому растению с давнишних времен исследованы именно процессы парализа у людей, которые вызывают данный токсин, и все другие токсины, которые действуют соответствующим образом, уже называются кураромиметиками или курароподобными токсинами. Надо сказать, что помимо того, что он один из самых исследованных, так как его исследование началось еще в конце 19 века и продолжили английские ученые, также тот токсин, который нашел свое наибольшее распространение и применение в современной медицине, потому что огромный спектр миорелаксантов для хирургии именно был разработан на основе вот этой простейшей структуры кураре, которую использовали еще в древние времена. Вы знаете, охотники Южной Америки, откуда и было привезено в Европу, а именно в Англию и более конкретно в Шотландию и вот там один университет Стратклайд, где и были разработаны последующие самые известные препараты для релаксации, такие как викурониум, рукурониум с различными действиями. Одни из них отпускали свои действия раньше, другие позже. Интересен тот факт, что данный токсин тубокурарин, который наиболее сильный, здесь опять же мы говорим о большом спектре токсинов, которые имеют различную патентность, но наиболее известен тубокурарин, который в начале XX века и во время Первой мировой войны использовался как анальгетик, не анальгетик, а анестетик, то есть во время операции давали лекарство и соответственно делали операцию. Но потом один из профессоров данного университета сделал этот опыт на себе и оказалось, что тубокурарин не выключает сознание, то есть он работает как миорелаксант, и человек не может никаким образом показать, что он в сознании, он чувствует всю операцию, которую с ней делают, и это, конечно, не очень-то приятный опыт. после того, как он пришел в себя, соответствующий профессор все это рассказал в монографии, и после этого уже для операции используются отдельно препараты, выключающие сознание и отдельно миорелаксанты. значит, работа Эйдкурара именно блокируя ацетилхолиновый рецептор, который тоже благодаря исследованию тубокурарина был исследован очень хорошо. Конечно, этот белок он отличается, когда он находится в нейромышечном препарате или в центральной нервной системе. Для нервно-мышечного препарата соответственно существует пять различных субединиц, альфа-бета-гамма две альфа-субединицы и три различающиеся друг от друга. В центральной нервной системе тот же рецептор состоит из совершенно идентичных субединиц и соответственно не настолько специфически блокируется курара. Значит, структура этого вещества она довольно проста и она вот таким механическим образом это можно сказать взгляд сверху на вот этот канал который позволяет ацетилхолину войти и значит пройти открывается канал он проходит внутрь. Если здесь вот в двух местах заблокированы соответствующие заблокированы соответствующие места вот между альфа-гамма и альфа-сигма значит субединицами то вот этот процесс он уже не имеет места то есть канал остается закрытым и соответственно не происходит передача импульса. Так как структура очень простая вот все остальные эти дериваты которые были сделаны они ее как бы механически повторяют но опять же вот разница и величина которая между активными группами здесь существует она не совсем ясна ее назначение потому что она не очень соответствует тем молекулярным расстаниям которые присутствуют вот в этих двух центрах это еще должно быть исследование возможно это значит изменяется уже в процессе связывания значит после того как были исследованы курары и медики их как бы ряду были также подключены все так называемые альфа-нейротоксины змеиных ядов которые присутствуют в ядах большинства элопит а также многих других видов змей значит эти токсины из себя представляют интересную структуру очень небольшие пептиды которые называются трифингер токсин так как их значит структура представляет из себя вот такие три пальца можно сказать которые соединяются в одном месте и вот эта простая структура им позволяет иногда обратимо иногда необратимо блокировать опять же ацетилхолиновые рецепторы и приводить к параличу значит есть великое множество таких токсинов которые представлены вот из того же альфа-бунгара токсина и значит кобра токсины хадитоксин сейчас уже они очень активно исследуются вот есть димеры которые присущи ядам значит морских змей есть более non-conventional то есть не совсем обычную структуру имеют вот эти токсины ирдитоксин кандитоксин на самом деле их намного больше и они тоже значит соединяются соответствующим образом вот это опять ацетилхолиновый рецептор который виден сверху большинство из них уже механически блокирует вот передачу значит прохода ацетилхолина я кажется должна спешить значит следующие токсины интересно что вот трифингер токсины или альфа нейротоксины не присутствует только у одного семейства значит элопит а именно это те же мамбы почему потому что природа для них придумала другие интересные активные молекулы которые называются фасцикулинами они воздействуют не на ацетилхолиновый рецептор на ацетилхолин диэстеразу которая должна призвана расщеплять уже ацетилхолин и этим как бы возвращать работу всей этой системы к норме и в результате значит яд мам действует как бы ну называется флэсид флэсид паралич опять же да вялый паралич можно так сказать значит что происходит фасцикулин который тоже похож по своей структуре на трифингер токсин он проходит внутрь вот этого длинного канала внутри связывается там гидрофобные участки и уже ацетилхолин диэстераза не может выполнять свою функцию что значит является на сегодня загадкой пока для ученых то что большинство ядов змей содержит собственную ацетилхолин эстеразу которая значит функция которой неизвестна она не токсична она не является токсичной в составе с другими значит молекулами и поэтому ее роль еще непонятна но она является источником самого большого количества значит соответствующего фермента и из-за чего исследуется значит я наверное просто очень быстро пройдусь по тем ядам и токсинам которые блокируют натриевые каналы потому что они тоже очень хорошо исследованы это известнейший тетродотоксин и семейство сакситоксинов они и значит яд вот тех лягушек южноамериканских которые тоже воздействуют на этот канал опять же надо сказать вот это великое множество это последний слайд значит токсинов которые блокируют натриевые каналы вот интересно что они все имеют значит активный сайт в определенных участках но функция одна и та же то есть они не позволяют натрию проходить через натриевый канал значит данное исследование было ну в виде обзора обопликовано совершенно недавно вот в данном журнале потому что мы там исследуем именно трансляционный потенциал данных токсинов как их можно исследовать в медицине и это сейчас является большим интересом для ученых благодаря чему значит огромное количество людей вот в этом обществе заинтересованные токсинами провели в прошлом месяце конгресс у нас и что еще интереснее следующий европейский конгресс токсинологов передает эстафету Санкт-Петербургу в 2021 году думаю вам это будет интересно и я призываю всех активно участвовать благодарю за внимание и извините если долго спасибо большое ну да два коротких вопроса можно практический вопрос два с половиной года назад укусила экзотическая змея неизвестно какая вот в каких тканях можно ли спустя такой срок обнаружить остатки яда и определить все-таки кто же это был вы знаете остатки яда очевидно обнаружить нельзя но да иногда последствия бывают очень лонгитудными то есть могут быть последствия которые там незаживающие раны опять же воздействие на нервную систему иногда очень странно и необратимое но боюсь определить вид а в какой части земного шара это хотя бы известно или нет боюсь змею уже не определить спасибо не думаю нет константин вадимирович большое спасибо во первых за увлекательный очень интересный доклад а вот смотрите такой вопрос такое ощущение что эволюция исследования токсинов идет за эволюцией наших нейробиологических сведений о передаче сигнала ходжкин хаксли экл экл скат акселерот ионные каналы ацилхолиновый рецептор глютоматный рецептор и так далее но дальше следующие нобелевские премии медленная синаптическая передача дофаминовые рецепты метапотропные рецепторы грингород цикл амф сигнализация кэндл сигнализация ведро природа огромная фабрика многомиллионная эволюции отбора молекул действующих на процесс сигнализации как вот на ваших схемах постсинаптическая область дальше глубже практически не охвачена как вы думаете для этого есть какие-то препятствия типа не проникают нет мелких молекул которые проникают внутрь клетки или слишком медленные процессы и не имеет смысла ядовитому животному влиять на такие процессы или мы чего-то еще не знаем и там есть тоже большие области нейротоксинов действующих на модуляторные нейромедиаторные системы пептидные системы внутриклеточные каскады сигнализации и так далее спасибо за вопрос на самом деле да ответ руки не доходили то есть то что вы сказали вы правы токсины следуют за за исследованием вот всех данных процессов потому что они являются хорошим инструментарием да то есть до них не дошли бы если бы они так хорошо не описывали все это однако в данное время известно наверное около 17 миллионов разных токсинов и из них более или менее исследованы я не знаю 500 тысяч но исследованы это тоже очень как бы слишком громко сказано я уверена что они есть соответствующие молекулы и эти процессы могут быть очень интересно исследованы токсинами но эта область развивается бурно только сейчас до этого она была как бы неоправданно забыта спасибо спасибо коллеги спасибо